Врубаю максималку. Здрасте, с вами Дал Кек и на днях вышел на свет трейлер Соника. Этот фильм был анонсирован еще несколько лет назад. Я с самого детства был фанатом Соника, обмазывался им как только можно. Играл в игры на Сеги, смотрел мультсериалы и так далее. Но несмотря на все это, я как-то не сильно ждал фильм про Соника. И в трейлере я увидел столько всего разного, что даже не знаю с чего начать. Но оно и хорошо, будет интересно. Так что присаживайтесь на один из стульев и... ну че, эндоехало? Трейлер начинается с очень явной отсылки. На баннере написано Welcome to Green Hills. Green Hills это первый левел в самой первой игре про Соника, Соник the Hedgehog. Ставший хитом в 90-е. Green Hills в игре это тропическая местность со всякими зверушками, красивыми водопадами и так далее. По сути, Green Hills это начало пути Соника, как и в самой игре, так и как иконы, ставшие легендарной в игровой индустрии. Поэтому понятно, почему трейлер и, по-видимому, фильм тоже начнутся именно с Green Hills. Вот только в игре Green Hills это волшебное красивое тропическое место, а в сюжете фильма это будет город в Сан-Франциско. Вон, даже по надписи на машине шефа полиции видно название города. И это все действительно странно, но пока оставим это. Пробегающий Соник оставляет свой синий след, и это не визуальное размытие Соника в движении. Такой каноничный след был во многих играх и в мультсериале Sonic X, который крутили по Jetix в нулевые. Что за... Радар показывает 760 миль в час, это примерно 1200 километров в час. И это как раз почти скорость звука. Напомню для вдруг не знающих, что Соник с чеченского переводится как сверхзвуковой. Хотя по канону мультсериала Sonic X или других источников, Соник может бегать гораздо быстрее скорости звука. Теперь он уйдет только если превысит скорость звука. Звуковой барьер. Он движется быстрее звука. По-моему даже со скоростью света, но мы оставим это на грехи. Что за... А вот эти кадры меня немного смущают. Это уже не канон оригинального Соника, ибо на моей памяти нигде, в играх точно, не было акцента на иглы Соника. А в фильме им будет уделено особое внимание. Логотип Paramount и тот самый звук из 90-х, который был еще в 16-битной Сеге. Звук золотых колец Соника. Трейлер дает нам понять, что ежик Соник живет в лесу в своей норе. И тут мой мозг сломался. Потому что ежи и правда живут в таких лесах и норах. Но по канону Соника он не жил в лесу в норе. Так что тут создатели отдали дань природе, а не Сеге. Вот здесь прям очень много интересных отсылок и деталей фильма. Соник завернулся в свою фирменную круглую форму, которая была с ним еще с самого первого образа из первой игры. А падает он на большой красный пуфик. Это тоже отсылка на пружины из игр на Сегу. Эти красные пружины разбросаны по всем локациям и являются неотъемлемой частью геймплея буквально во всех игр про Соника. Соник еще где-то украл знак Стоп, чтобы тот не мешал ему и спрятал его дома как сувенир. Нормальный поц. А вот это уже интересная штука. Соник перепробовал всякие виды обуви и все рвались от его перегрузок. Оно и понятно, ведь все эти фирменные найки от Канни Вестов не способны выдержать сверхзвуковые скорости. Волнует другое, где он достанет привычные красные кеды, которые никогда не рвутся. В играх и мультсериале они всегда с ним были. А вот в кино нам еще предстоит узнать, где он их достал. В итоге, все это время Соник таскал с собой батарейки для своего бумбокса. Это тоже отсылает нас на то самое время, когда появился Соник на 90-е. Трек Gangsta's Paradise связан скорее опять же с 90-ми. Вы подумайте, зачем Сонику в 2019-м старый бумбокс? Поначалу я подумал, что может быть и правда действия происходят в 90-е. Но нет, там люди со смартфонами ходят. Так что это наши дни. Знаменитая фраза «Gotta go fast» не только по Данк Мимисам. Это главная тема из того мультсериала «Соник Икс». Но если вы тоже из 90-х и нулевых и не помните такой заставки, а помните эту, то это нормально. Почему-то в Европе и СНГ сделали «Соник Икс», а в США в опенинге был «Gotta go fast». В русском же дубляже, естественно, никакого «Gotta go fast» нет. Оно и верно, мы никогда эту заставку не слышали. Поэтому перевели как «Врубаю максималку». Ну не знаю, хотя бы так, звучит тоже прикольно. Я очень надеюсь, что локализаторы вдохновлялись этим видео. Максималочка. «Врубаю максималку». Итак, ладно. Давайте здесь остановимся и раз и навсегда закроем тему со внешним видом Соника. Месяцами назад слили постеры с этим внешним видом Соника, и тогда началось. Все просто сгорели, и да, это выглядит стрёмно. Народ начал фотошопить исправленные варианты, и смотрелось действительно лучше. Все начали рофлить, типа, как будет выглядеть Соник. И это вот мое любимое. Соника лишили его визитной карточки, соединенных глаз. Также у Соника нет его белых перчаток. Лично мне кажется, что да, дизайн просран, могло быть в разы лучше. Тут очень тупые две вещи. Первое. На тизерах, что появились еще несколько лет назад, Соник выглядел гораздо приятнее, очень схожим с оригиналом. И даже несмотря на реалистичную шерсть, смотрится гораздо лучше того, что вышло в итоге. Второе. Оригинальный вид Соника по факту красивее, чем киношный. Например, рисованный Соник соответствует золотому сечению. Золотое сечение – это такая гармоничная пропорция, активно использующаяся как и в дизайне, так и в интерьере, архитектуре и вообще где угодно. Собственно, сама природа ею пользуется. Эта золотая пропорция на интуитивном уровне приятна нашему восприятию. Много кто был нарисован по золотому сечению. А то, что вышло в кино, это, ну, не знаю, пытались сделать его анатомически естественным? Тогда почему у Соника те же икры на ногах такие худосочные? В общем, я математически доказал, что киношный Соник уродлив и закончим на этом. Ну ладно, нам придется с этим жить, вернемся к трейлеру. Врубаю максималку. Электрических разрядов во время бега тоже не было ни в играх, ни в мультфильме. Либо это отсылка на Флэша, либо это ему придумали новую силу в фильме. Соник, возможно, тестирует свои новые кроссовки, либо пытается преодолеть звуковой барьер, но это уже, наверное, после знакомства с Томом, потому что, скорее всего, это его машина там стоит. Этот взрыв немного похож на преодоление звукового барьера. Там обычно такое облачко появляется и сопровождается ударной волной. 20 минут назад вырубилось электричество на всем северо-западе. Но эта волна не связана с отключением электричества. Хоть трейлер и заставляет нас так подумать, но здесь в Сан-Франциско день, а во время отключения света в США уже ночь. Некто, командующий Уолтерс, собирает всяких военных в Пентагоне, которые находятся в Вашингтоне, столице США. Фамилия этого командующего, Уолтерс, возможно, отсылка на Дэмиана Уолтерса, первого в мире человека, пробежавшего по мёртвой петле. Ведь бегающий по мёртвым петлям Соник – это очень известный образ. Хотя, кого вообще интересует эта отсылка? Вы же не о том, о ком я подумал. У нас нет выбора. И, наконец, нам показывают главного антагониста Соника, доктора Эггмана. Он у нас в исполнении Джима Керри. Думаю, его присутствие будет большим плюсом в этой картине. Как мне кажется, тот факт, что Эггман теперь не толстый круглодядя, а более стройный, только к лучшему. Ведь если бы создатели старались всё канонизировать и за всех сил пытаться походить на оригинал, то вышла бы какая-то пародия. Так что, мне кажется, образ Эггмана удался. Ну а что, собственно, здесь происходит? Что-то или кто-то оказалось на территории США. То ли молот Тора упал, то ли изумруды хаоса. Но это мы ещё посмотрим. Нам нужен кто-то, кто разберётся, с кем мы имеем дело. Вы же не о том, о ком я подумал. Ещё одна деталь, на которую стоит обратить внимание, это то, что Эггман уже имел дело с правительством США. То есть он просто какой-то неприятный учёный, живущий в мире людей. А возможно, даже и преступник. Это, опять же, отклонение от привычного канона, к которому привыкли фанаты Соника. Напомню, что в мультсериале всё началось с того, что Соник и его друзья, как обычно, дрались с Эггманом за изумруды хаоса. Но их магическая сила что-то вдруг там сделала и перенесла всех персонажей из их родного мира в параллельный мир людей. И те пытаются вернуться обратно при помощи тех же изумрудов хаоса. То есть Эггман тоже был из мира Соника, а здесь он уже изначально в мире людей. Знакомство Соника и его первого друга-человека. Пока что не ясно, что именно это за место, но думаю, это просто сарай Тома, в который Соник забрался. Здесь он уже в своих нормальных красных кедах, способных выдержать его нагрузки. Как мне нужны ответы? А вообще мне придётся спасать вашу планету? Как обычно, старый добрый имбаланс между Соником и Эггманом. Судя по всему, создатели Форсажа попытаются максимально угореть в этом фильме. Это все, на что ты способен? Нет, ну спасибо, что спросил. В этих кадрах нам покажут, как Соник пытается использовать свои кольца. В игре они играли две роли. Сохранение жизни, но это чисто геймплейная фишка. И вторая, перемещение на дополнительные уровни. Именно такой вариант Соник будет использовать в фильме. Но я предполагаю, что эти же кольца Соник сможет использовать как дополнительное усиление. Так он использовал их в мультсериале. На вопрос, где Соник их достает, я не отвечу. В мультсериале они всегда были у главных героев непонятно откуда. Том и его подруга попали в беду, скорее всего потому, что пытались спасти и укрыть Соника от Эггмана. Напомню, что правительство на стороне Эггмана. Наверное, они заключили соглашение. Эггман поймает Соника, а взамен правительство разрешит ему взять образцы. Образцы тех самых игл для своих личных исследований. Эти несколько кадров с Египта говорят о двух вещах. Судя по синим следам, Эггману удалось воссоздать схожий эффект, как у Соника, и использовать его силу. Те же лазеры тоже синие. Второе, Соник скорее всего убегал от аппарата на сверхскорости, но тот его все равно догонял. Значит, Соник так и умеет бегать быстрее звука, а то растягивать все это дело до Египта было бы глупо. Я даже думаю, будут показаны многие известные места планеты. Эггман предстает перед Соником уже лично, но не на своем привычном круглом летательном аппарате, а на более современные модели. Он такой смелый, потому что именно на этом самолете Эггман преследовал Соника в сцене в Египте. Хоть и корабль Эггмана не круглый, как обычно, его дроны как раз в форме белых куриных яиц. Эггман и правда любит куриные яйца, в играх нам это дали понять. Том с подружкой стоят вместе с Соником, но они куда-то делись во время залпа ракет. Мне кажется, Соник их просто столкнул, уничтожил дронов, а затем спас их при помощи кольца. Здесь, возможно, аниматоры еще дорисуют какие-нибудь смарт-часы, но уже к выходу фильма. В зависимости от того, с кем заключат контракт на рекламу. Будут ли это Apple Watch, Mi Band или же Samsung Gear. А то смотреть на пустую руку и произносить точное число шагов и терять такую возможность пиара было бы странно. Трейлер уже закончился, но нас ждет еще пара интересных кадров. Тут пахнет дезодорантом и тухлым сэндвичем. В зависающем изображении показали арсенал изобретения Эггмана. Особо интересны его перчатки, с помощью которых он будет ловко управлять техникой. И, наконец, доктор Эггман в своем оригинальном виде. Лысая голова, длинные мультяшные усы, круглые очки и красная одежда. Правда, конечно, границу этой лысины видно прям вот эта резиновая башка. Вопросов у меня только два. Почему таки внимание Эггмана будет заключено на иглах Соника, а не на изумрудах Хаоса? Я очень надеюсь, что им будет место в фильме. Но, скорее всего, их покажут в конце фильма, в сцене после титров, как намек на сиквел. И второе. Что это за огромные грибные поля? На моей памяти такого не было в играх. Там были хоть какие локации, но не было грибов. Так что это мы тоже еще узнаем только в фильме. Что ж, на этом трейлер окончен. Я бы хотел попытаться собрать все детали и выстроить общую картину. Но пока деталей недостаточно. Во-первых, неясно, почему Соник так долго в мире людей, что уже успел создать свою нору и опробовать кучу кроссовок. Во-вторых, непонятно, что именно отключило электричество во всей Северной Америке, если Соник уже давно на Земле. Возможно, это изумруды Хаоса, но разве люди будут так бояться и опасаться красивых камней? В-третьих, непонятно, от чего Соник будет спасать мир. Ведь Эггману еще рано до захвата мира. Так что пока будем довольствоваться этими деталями и ждать второго трейлера. А пока на этом все, счастья, там, удачи и... Ээээ... Мяу? Мяу! Идиот! Мяу! Мяу! Субтитры создавал DimaTorzok